Брошенный на произвол судьбы, здесь живет ветеран, быть здоровым – это здорово. Так называются проекты на смене технология добра. Сегодня ярмарка. Дарят сердечки за понравившиеся проекты члены жюри. Заместитель руководителя Федерального агентства по делам молодежи Сергей Чуев и начальник отдела поддержки инициативной и талантливой молодежи Мария Демьянова. Защита проектов совпала со Всемирным Днем Добровольца. Поздравляю вас с праздником Днем Добровольца. Вот вы на прекрасной смене, в смене, вот и сегодня еще и праздник, столько совпадений. Побольше друзей, побольше позитивных каких-то эмоций, поменьше проблем, которые нужно решать. Ну и каких-то ярких событий и тем, кто выставил проекты, победы. Катя Черняева из города Михайловск представляет проект «Поддержка». Ее гора делится на две части – верхнюю и нижнюю. Больницы, поликлиники, детские сады и школы находятся в его верхней части. Добраться сюда людям с ограниченными возможностями здоровья, пожилым или больным, достаточно сложно. Катя планирует помогать всем таким людям подниматься в гору. Если я получу финансовую поддержку, то я смогу реализовать свой проект. Потому что я уже набрала команду, которая будет помогать мне в осуществлении моих целей. И я считаю, что у меня все получится. 80% выпускников детских домов города Набережные Челны не могут трудоустроиться. Проект «Школа ремесел» Дмитрия Ярошова направлен на поддержку молодых людей, оказавшихся в подобной ситуации. Мы же организуем межрегиональные образовательные слеты для обучения этих детей различным ремеслам, таким как, например, рыбная ловля, качество, банное искусство. Вот банное искусство я хотел бы выделить более особенно, потому что мы через него трудоустроим последствия этих подростков, детей, которые в последствии выпустят из детского дома и смогут работать в ведущих спа-салонах нашего Датарстана. Проект Дмитрия Ярошова был представлен на Селегере и на Иволге. Уже выиграл грант в размере 80 тысяч рублей. Организаторы проекта планируют взаимодействовать с выпускниками детских домов по всей России и расширять список ремесел. Инна Тресорукова и Ульяна Малыхина своим проектом «Плюс 7, минус 12» хотят организовать досуг для молодежи города Сальска. По идее девчонок, молодежь будет отдыхать и развлекаться под кураторством вожатых. Новинкой проекта будет проведение мастер-классов по развитию интересов молодых людей. Целевая группа нашего проекта – это дети от 7 до 12 лет и также волонтеры, то есть вожатые от 14 лет. Для осуществления нашего проекта нам требуется помещение, в котором мы будем хранить инвентарь для различных игр и также сам инвентарь. Так как наш проект просто осуществление, его реализация, его можно реализовать каждый год, ежегодно. Заместитель руководителя Федерального агентства по делам молодежи Сергей Чуев сам родился и вырос в Сальске, поэтому проект «Девчонок плюс 7, минус 12» вызвал положительные эмоции. Одно дело нарисовать красивый плакат, презентацию сделать, другое дело объединить вокруг себя ребят, помочь кому-то. Это совершенно другое дело, другой уровень реализации. Поэтому я давал свои сердечки, которые мне вручили на входе, только тем, кто уже сделал свои первые шаги. Их обычно сделать сложнее всего. Были интересные проекты по здоровому образу жизни, был интересный проект по работе с ветеранами «Здесь живет ветеран», «Был интересный проект по работе с ребятами, которые вышли из стен детских домов, их переобучение, переквалификации, там и в рыбаков, дизайнеров и так далее. Это интересная тема. Они показывают, что у ребят в возрасте 14-18 лет совершенно другой взгляд на вещи. Они иногда задумываются над такими проблемами, над которыми взрослые вообще не думают». Третье место заняли проекты «Школа танцев из Брянска и мы вместе» из города Рыбная. Второе разделили социально-партнерская сеть «Подари» из Саратова и «Школа ремесел». Наибольшее количество сердец у проекта «Брошенные на произвол судьбы из Брянска» и проекта «Поддержка».